В Новочебоксарский городской суд передано более 70 томов уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, распространявших синтетические наркотики в Чувашии. На скамне подсудимых 21 его представитель, при этом 15 из них иностранные граждане, прибывшие в Россию целенаправленно для совершения преступлений. Первого подозреваемого, проходившего ныне по громкому уголовному делу, сотрудники полиции задержали в мае 2016 года. После того, как он сделал более сотни закладок с синтетическими наркотиками на улицах Новочебоксарска. Давая показания, задержанный пояснил, что выполнял роль рядового закладчика наркотиков. Все, что ему нужно было делать, это получать их от оптовиков, расформировать на более мелкие партии и по указанию оператора прятать в четко установленных местах. Продолжая расследование уголовного дела, полицейские выяснили, что запрещенные вещества поступают в Чувашию из Москвы, а роль закладчиков выполняют, как правило, иностранные граждане, прибывшие в Россию с целью заработка. Я искал в интернете работу, то объявление, пеший курьер позвонил, мне назначили встречу на собеседование. Согласили сразу, не сразу? Не сразу, подумал. А почему решился все-таки? Тяжелые обстоятельства. Ну какие? Финансовые? Финансовые. О том, чем и где конкретно нужно будет заниматься, соискателям объясняли уже при личном разговоре. Давали подробные инструкции, деньги на билеты в Россию и на съемные квартиры. В ходе кропотливой работы чувашских оперативников, которая длилась около года, было сформировано более 70 томов уголовного дела, фигурантами которого стал 21 человек, 15 из них – иностранцы. Как правило, это обычные люди, искавшие работу через знакомых или на просторах интернета. Как выяснилось, осенью 2015 года в одном из бывших союзных государств было организовано преступное сообщество, имеющее перед собой конкретную цель – распространение наркотиков на территории Российской Федерации. В преступной иерархии указанной преступной группы были так называемые вербовщики, которые непосредственно занимались подбором кадров, в кавычках, их поиском, распространением рекламы о том, что предлагают высокодоходную работу. Преступная организация была очень серьезной. Отличалась сплоченностью участников и четким распределением обязанностей каждого его члена. Из незаконного оборота по данному уголовному делу изъято 5,5 килограммов синтетических наркотиков на сумму 15 миллионов рублей. В рамках документирования преступной деятельности указанной преступной сообщества было сдокументировано более 100 эпизодов их преступной деятельности. Проведено в рамках расследования уголовного дела более 130 судебных экспертиз. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. За сбыт особо крупной партии наркотиков в составе преступного сообщества задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Полицейским еще предстоит установить и задержать организаторов преступной организации, которые в соответствии с российским законодательством заслуживают еще более серьезного наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.